Всем привет, Хопи это индейский народ, проживающий в резервации в Соединенных Штатах, на северо-востоке Аризоны. Племя принадлежит к группе народов Пуэбло. По переписи, в 2000 году, население резервации Хопи составляло около 7000 человек. Говорят индейцы, на языке Хопи шашонской подветвию то ацтекских языков. Народ Хопи происходил от одной из древних культур, от могольонской культуры, берущей свое начало во II веке н.э. Племя изначально представляло собой, группу различных племен, разного происхождения, постепенно ставших идентифицировать себя как один народ. Под влиянием атабаскских миграций села территории нынешней Канады, образовалась группа индейцев Наваха, и народ Хопи вынужден был переселиться из своих равнинных поселений в горы, где они могли лучше защищаться. Жили индейцы в крупных поселениях, самое известное из которых, Араэби была основана в XI веке и заселена до сих пор. В данный момент резервация народа Хопи полностью окружена более крупной резервацией индейцев Наваха. Существует и земля общего пользования индейцев Хопи и Наваха. Сами себя индейцы Хопи называли мирными людьми, что глубоко укоренилась в их культуре, религии, обрядах. Религия Хопи подразумевает уважение ко всем вещам и явлениям в мире и мирное сосуществование со всеми феноменами согласно заповедям Мааса, создателя и опекуна Земли. Традиционно Хопи организованы внутрилинейные кланы, когда у пары появляются дети, то они становятся членами клана жены. На 20-й день жизни ребенка женщины отцовского клана собираются, и каждая женщина приносит с собой подарок ребенку и имя для него, а родители выбирают, какое из данных имен подойдет ребенку. У индейцев Хопи хорошо развито малое фермерство, но продукты производятся обычно не на продажу, а для собственного пользования. Развита резьба по дереву, керамика, ювелирное дело, пошив кукол. Хопи почитали духов предков, им молились о неспослании дождя для урожая, а также изготавливали кукол в виде этих божеств, которых дарили девочкам, а в настоящее время продают туристам. В настоящее время в племени Хопи имеются две группы, первая группа включает в себя людей, которые хранят верность старым обычаям, занимаясь земледелием, а вторая группа активно контактирует с внешним миром. В целом индейцы Хопи поддерживают свои традиции и искусство, однако в то же время хорошо относятся к современной американской жизни. Дети Хопи ходят в школы, пользуются больницами. Хопи часто живут и работают за пределами своих резерваций. Интересный факт, что невеста из народа Хопи, в течение трех дней в доме будущего мужа, милет зерно, чтобы показать, что является способной женой, а жених и его родственники мужского полоткут ей ткань для свадебного наряда. Женщин обычно хоронят в свадебных нарядах. Спасибо за внимание, не забывайте, мы важны для Бога.